8 сентября воскресенье. В Астане состоялась торжественная церемония открытия пятых всемирных игр кочевников. В нем приняли участие президенты Кыргызстана Садыр Джапаров, Казахстана Касым Джумар Тукаев, Узбекистана Шавхат Мирзиоев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулуберду Мухамедов и другие. Президент Казахстана Касым Джумар Тукаев, выступая на открытии игр, поблагодарил кыргызский народ за возрождение игр кочевников. Всемирные игры кочевников освещали СМИ из 64 стран мира. 9 сентября, понедельник. В преддверии матча национальных сборных Кыргызстана и Узбекистана по футболу президент Кыргызского футбольного союза Камчебек Ташиев встретился с игроками отечественной команды и пожелал им успеха в предстоящем матче. В Бишкеке завершили реконструкцию стадиона имени Дулона и Мюрзахова, обновлены футбольное поле, беговая дорожка и сидения. Акулбек Джапаров посетил ряд объектов Чуйской области. В Ожской больнице проходит бесплатные операции по удалению катаракты. Первый день на играх кочевников и первая победа Кыргызстана. Наша сборная по Кукпару разгромила команду Монголии со счетом 16-0. Садыр Джапаров ввел мораторий на повышение зарплат госслужащих. Турага Джогуркукене Шанурламбекшакиев принял участие в открытии обновленного парка в городе Токмок. Состоялась встреча заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова с вице-премьер-министром Таджикистана Зьезодой Сулайман-Ризуе. Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Президент Садыр Джапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Кумуза. 10 сентября, вторник. Кадмин утвердил положение об организации школьного питания. В Адбаши государству вернули земли стоимостью более 1 миллиарда сомов. В аэропорту Мана встретили паралимпийскую сборную Кыргызстана. Спортсменам вручены денежные сертификаты в размере 500 тысяч сомов. В Кыргызстане начался осенний призыв в армию. Он продолжится до 30 ноября. В декабре возобновляет пассажирский поезд Бишкек-Москва. Он будет курсировать два раза в неделю. Азамат Юсупов назначен директором Государственной комиссии по делам религии. Садыр Джапаров принял верительные грамоты от послов ряда стран. Минтруда предлагает штрафовать трудовых мигрантов, оставивших своих детей без опекунов. Всемирные игры кочевников в 2026 году все-таки пройдут в Кыргызстане. В матче второго раунда отбора на чемпионат мира по футболу сборная Кыргызстана проиграла Узбекистану со счетом 2-3. 11 сентября, среда. В Джогурлу-Кенеши потребовали пересмотреть новый график учебы в школах и вузах. В Нарыне начали продавать мотоциклы отечественного производства. Аида Космалиева назначена зампредседателя Генеральной ассамблеи ООН. ГКНБ задержан сотрудник Оргского кыргызко-узбекского международного университета за систематические поборы от студентов. Спикер Джогур-Кенеша Нурламбекшакиев вылетел с рабочим визитом в Узбекистан. Президент Кыргызстана Садыр Джапара встретился с узбекским тренером по боксу Акмалем Хасановым и подарил ему автомобиль в знак благодарности за его вклад в победу Мунарбека Сеидбекуулу. Председатель кабинета министров Аклбек Джапара встретился с заместителем директора Международного валютного фонда БОЛИ. В Бишкеке продолжаются работы по демонтажу незаконных объектов. В Национальном центре охраны материнства и детства в Бишкеке открыли новый корпус. В Сокулуке скончалась 24-летняя роженица. Министерство здравоохранения начало расследование. 12 сентября четверг. Президент Садыр Джапаров принял председателя Кувейского благотворительного фонда Ас-Сафа Мухаммеда Абдурахмана Аль-Шая. В Иссык-Кульской области прошел 6-й Кыргызко-Российский экономический форум. Председатель кабинета министров Аклбек Джапаров указом президента России награжден Орденом Дружбы. На Кыргызко-Узбекской государственной границе после долгого перерыва возобновили работу сразу три контрольно-пропускных пункта – Харасу, Кенгсай и Учкурган. Сотрудники ГКНБ задержали двух помощников депутата Джогурху Кенеша Гульхан Молдубековой. Садыр Джапаров выразил соболезнования президенту Вьетнама в связи с многочисленными жертвами в результате тайфуна. Выпущена новая почтовая марка к столетию образования Харакыргызской автономной области. Сборная Кыргызстана по Кокпару уступила в финале Казахстану. Схватка завершилась со счетом 5-4. А вот в соревнованиях по Кокбюрю отечественной сборной не было равных. Команда Кыргызстана разгромила Казахстан со счетом 10-4 и заняла первое место. Напомним, сборная Кыргызстана в пятый раз подряд выигрывает золотые медали всемирных игр кочевников по Кокбюрю. 13 сентября пятница. Камчебек Ташиев дал старт строительству центрального стадиона в Соколуке. Эльдар Алишеров стал министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК. Объем воды в Токтагульском водохранилище достиг 12,8 млрд км. За легализацию преступных доходов задержан Азимбек Бекназаров. В Кыргызстане начали строить первую витриную электростанцию. В Нарын доставили 6 троллейбусов из Бишкека. Школы, где учится небольшое число детей, объединят. По данным Минобразования, их на сегодня 53. Кыргызско-российский фонд развития и компания «Альянс Гидро» подписали договор о финансировании строительства ГЭС «Джерю». Центры обслуживания населения будут работать по новому графику с 8 утра до 6 вечера с обеденным перерывом. В Бишкеке началось строительство детского центра кардиохирургии. 14 сентября, суббота. По всей стране прошел субботник в рамках ежегодного Всемирного дня чистоты. В субботнике приняли участие все муниципальные и государственные организации, а также простые жители. Отметим, что 21 сентября состоится общий республиканский субботник. Садыр Джапара вместе с сотрудниками администрации и управделами президента провели субботник на территории лечебно-оздоровительного комплекса «Теплые ключи». Участники субботника произвели очистку и облагораживание его территории. Глава государства подчеркнул важность того, чтобы каждый человек осознавал свой вклад в поддержание чистоты и порядка, отметив, что это задача не только властей, но и обязанность каждого гражданина. Состоялся телефонный разговор между председателем Кабмина Ахлбеком Джапаровым и председателем правительства России Михаилом Мишустиным. По подозрению в коррупции задержаны бывший вице-премьер Дучембек Зилалиев и экс-директор госагентства геологии Мелис Атыбеков. В Астане завершились пятые игры кочевников. В копилке кыргызских спортсменов 65 медалей – 19 золотых, 21 серебряная и 25 бронзовых. Таким образом, в общекомандном зачете Кыргызстан занял второе место. Эстафета проведения следующих шестых всемирных игр кочевников передана Кыргызстану. 15 сентября – воскресенье. Кыргызстанка Валентина Шевченко вернула себе чемпионский титул UFC. Она боролась с действующей чемпионкой Олекса Грасса, но все-таки доказала, что сильнее соперницы. По итогам пяти раундов судьи единогласным решением отдали победу Валентине Шевченко. Редактор субтитров А.Семкин